всем привет итак начинаем отвечать на вопросы и так первый вопрос какой был будут ли примеры децентрализованных приложений и если будут то на каких языках ну я сразу отвечу а потом поясню для тех кто не в курсе что такое децентрализованное приложение вот ближайшее время примеров этих не будет а если когда-то и будут то скорее всего на языках си плюс плюс может быть с использованием еще qml возможно вот но ближайшее время нет так как это так для этого нужен какой-то определенный опыт в этой сфере это раз во вторых такие приложения не пишутся за 10 минут за 15 минут то есть если создавать то это довольно таки долго потому что вы к примеру могли видеть различные на ютубах различные там видео в которых написано игра за пять минут игра за 10 минут игра там за 30 минут ну это все ерунда за 30 минут за 10 ничего не создается если что-то делать то это будет видео там не 10 не 20 и не 30 вот примеру если их разбивать там по 20 минут по 30 минут то это довольно таки все равно много будет видео мало кто будет смотреть видео длиною там к примеру сутки правильно вот но ближайшее время пока не будет итак что такое децентрализованное управление то есть она еще сокращенно пишется d app apps вот так вот еще это децентрализованные прозрачные более устойчивые к атакам приложения которые строятся на технологии блокчейн что такое блокчейн я скажу ниже и вы еще услышите такое слово как токен об этом я тоже скажу ниже вот понятие децентрализованные приложения против поставляется популярным на текущий момент централизованным веб-приложением то есть когда-то ну и сейчас но когда еще не было так популярны в и приложение а были популярны так называемые они так вот так вот называли ст стенд он приложение это приложение которое обычно были на дисках дискетах и устанавливались на компьютер и это приложение всегда находилась на нашем вашем чем-то компьютере вот таких приложений до сих пор тоже много вот к примеру зайти в тот же интернет что нам нужно нам нужно установить браузер который там доступен независимо от того в сети вы или нет потом устанавливаем и браузер мы идем с помощью него на наши любимые сайты вот когда-то конечно же сайты представляли просто текст обычный текст а может пару картиночек и эти сайты обычно закачивались на компьютер и они там уже можно было в интернет не выходить то есть в эру там дел об интернета вот и открывать локально без интернета и просматривать сайты там обычно справка какая-то качалась там всякие алгоритмы и прочее вот но сейчас же сайты уже довольно таки сложная штука и там уже их называют ну они представляют собой новый вид приложений и их называют веб приложение вот и они отличаются от стенд лон приложений тем что их не надо скачивать они постоянно находятся на серверах различных там точках земли вот и на серверах по-прежнему хранятся странички для показов вместе с тем же там хранятся данные пользователи то есть вы регистрируетесь к примеру или там даже если не регистрируете все равно данные хранятся айпи хранятся там еще другие там куча вещей может храниться то есть для упрощения доступа к этому сайту вот так же там хранится программный код который обрабатывает и защищает наши данные вот то есть там всякие https и ssl и и т.д. и т.п. вот и вот здесь как раз очень важный момент которому постоянно отсылают принципы децентрализации при таком подходе пользователь всецело доверяется владельцу приложения то есть данном случае если мы говорим о централизованных приложениях да вот и мы полностью доверяемся владельцу приложения владельцу сервера и если сервер перестал работать приложение перестает быть доступным вот и что хуже всего пользователь может потерять все свои данные вы можете зарегистрироваться в какой-то игре накупить кучу там танков это если танки там или еще чего-нибудь кучу каких-то ништяков и потом какой-то момент это все бабах там произошел пожар там или еще чего-нибудь короче все сгорело все базы потерлись сгорели все невозможно а вы уже вкинули там сотня может быть и тысячи долларов и вполне такое это довольно таки часто в играх люди вкидывают сумасшедшие суммы игры покупая какие-то там вещи вот вот и все и как бы восстановить это вряд ли вы восстановите так как нету ни логов ничего и и и что как вы докажете что у вас что-то было а вот соответственно это таки минусы этих централизованных приложений вот но появились децентрализованные приложения и как бы сама концепция децентрализованных приложений до сих пор не имеет какого-либо конкретного определения но можно выделить несколько параметров которыми обладает преимущественное большинство этих приложений то есть децентрализация проекта обеспечивающая безопасность и прозрачность данных раз то есть давайте вот так давайте так 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 секундочку и так открытый исходный код позволяющий сообществу выискивать мошеннические лазейки баги и т.д. то есть открытый исходный код и есть любой пользователь знакомый с программированием может и просмотреть его и найти какие то есть лачей лазейки вот и соответственно исправить их и у себя иметь конкретную там свою версию этой программы ну к примеру вот ну конечно же еще уведомить это всех остальных и чтобы этот открытый исходный код под фиксился дальше наличие криптографической связи дальше генерация токенов внутри самой экосистемы продукта и генерация токенов должна осуществляться в соответствии с одним из алгоритмом которые выступают в качестве доказательства того что участники вносят свой вклад в функционирование приложения и так ну и можно вот еще таки определение до вынести то есть чтобы приложение считалось до децентрализованным то есть про исходный код мы сказали но помимо этого оно должно это приложение работать автономно не иметь организации которая бы обладала большей частью его токенов вот приложение может адаптировать свой протокол в ответ на предполагаемые улучшения и обратную связь вот но все эти изменения должны приниматься на основе консенсуса всех пользователей все пользователи участвуют как бы в этом но в разработке какого-то нового протокола либо в принятии его далее про криптографию тоже было сказано вот далее 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 ну это криптография это связь это имеется ввиду приложение должно использовать крипто графический токен вот который необходим для доступа к приложению вот и так в в этом видео было сказано блокчейн что такое блокчейн блокчейн давайте давайте я вот здесь напишу блокчейн вот так это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков содержащих информацию то есть чаще всего копии цепочков блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга то есть много компьютеров сети и они могут хранить как бы одинаковые данные вот но они хранят это независимо друг от друга соответственно где-то какой-то компьютер не в сети эти данные мы можем получить с других компьютеров вот но это как торрент да все знают что такой торрент и сколько людей владеют каким какими-то данными которые раздают посредством торрента вот мы запускаем свой торрент клиент и находим всех этих людей и начинаем по кусочкам вытягивать нужное нужную нам информацию в данном случае там фильмы игры и т.д. и т.п. дальше токен что такое токен есть аппаратные токены это обычно юсб ключ может быть диски это может быть диск вот ну и программные токены но токены вот в общем случае это компактное устройство предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя также используется для идентификации его владельца то есть это безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам и так далее обычно это физическое устройство используемой для упрощения аутентификации пользователя вот также как я уже сказал есть программные токены которые выдаются пользователю после успешной авторизации являются ключом для доступа к службам вот токены то есть мы уже поняли на предназначены для электронного удостоверения личности то есть это может быть клиент который получает доступ к банковскому счету то для таких клиентов каких-то vip клиентов или еще чего-нибудь могут выдаваться отдельные юизби ключи вот которая как бы являются токены вставил он этот юизби ключ запустил какую-то программку и получил доступ к своему банковскому счету вот то есть они могут использоваться вместо пароля пароли надо всегда помнить приложение может быть очень много разные пароли в результате все сводятся к обычным паролем qwerty 123 и и т.д. и т.п. вот то есть токен это электронный ключ для доступа к чему-либо вот ну аппаратные токены обычно обладают маленьким размером их и лишь это позволяет носить их там в кармане в кошельке вот и они часто оформлены виде брелков вот то есть токены то есть это же они абсолютно разные есть там с разъемом юизби есть там фуз с функциями r feed то есть это магнитный такой такие точечки вот и при поднесении к чему-то там короче это срабатывает туда-сюда и могут быть токены оформлены в виде bluetooth устройств вот то есть мы включаем bluetooth включаем на каком-то еще где-то bluetooth и по bluetooth передается вся нужная информация которая говорит кто это и что это за владелец вот и так далее вот но я думаю в целом я ответил да даже я сразу это ответил но думаю в целом я осветил что такое децентрализованные приложения на данный момент этих приложений уже там больше тысячи уже их несколько тысяч вот и используется они они затрагивали не только там экономическую часть но это масс-медиа игры голосования почтовые сервисы и т.д. и т.п. и с каждым днем спрос на эти приложения растет вот ну думаю все поэтому задаем вопросы не стесняемся не забываем что есть рубрика вопрос-ответ вот скорость ответа на вопросы может быть день два три неделя вот зависимости от сложности вопроса то есть в любом случае я вопросы все читаю далее если я предметную область не знаю то я попытаюсь вкратце они узнать и как бы ответить на вопрос вот если там проблему я не смогу решить то по крайней мере в данном случае я освещу что же это такое потому что это я думаю будет интересно и другим вот как в данном случае приложение в ближайшее время такие таких приложений мы писать не будем но кто не знал я осветил что это такое все всем спасибо за внимание подписываемся делимся задаем вопросы комментируем до новых встреч пока 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 пока